В Тугулице полыхал жилой дом. ЧП произошло в 4 часа утра. К моменту приезда спасателей семья из пяти человек ожидала сотрудников МЧС на улице. На дым среагировал пожарный извещатель. Хозяин не стал медлить, вывел жену и троих детей на свежий воздух. В результате пожара повреждена крыша и имущество. Причина происшествия устанавливается. В воскресенье Бобруйск отметит День военно-морского флота. Празднование начнется в 9 утра. Соберут личный состав военных. Программа завершится концертом в парке культуры и отдыха. Между Минском и Гродно запустят новый дизель-поезд. Он начнет курсировать с 24 июля. Шестивагонный состав произведен в Польше. Салон оборудован мягкими креслами с регулировкой положения спинки и подлокотников, информационной аудио и видеосистемой для пассажиров. Все места обеспечены розетками для подзарядки гаджетов. Ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Зеленые зоны закрыты в Минской, Гродненской и Гомельской областях. Интерактивная карта размещена на сайте Минлесхоза. Ведомстве напомнили, главная цель запретов – обеспечить безопасность жителей и сохранность природы. В Поднебесной стартовали продажи белорусского мороженого. Это результат работы дипломатов с китайскими импортерами. На прошлогоднем празднике прохладительного лакомства наш продукт достойно оценили на вкус. Сразу девять местных компаний заключили договоры с поставщиками и с синей рукой.